Привет, друзья! Я могу сказать, что мой опыт знакомства с парусными школами очень однозначен и положителен. А вот тот набор знаний и навыков, который получают студенты, конечно же оставляет желать лучшего. Но совершенно не из-за халатности или пренебрежительного отношения инструкторов. Нет, наоборот. Любой инструктор выдаст вам максимум информации и приправит все это собственным опытом. Но срок в две недели – это слишком мало для той программы, которую вам нужно вложить в мозги и закрепить практикой. Есть, конечно, альтернативные школы, которые ведут теоретические занятия раз в неделю и потом в начале сезона закрепляют все недельной практикой. Вроде бы выход, но тогда практики категорически не хватает. За неделю ничего отработать вы не успеете. Вроде бы безвыходная ситуация. Но практика показывает, что я зря паникую и развожу демагогию. Тысячи студентов яхтенных школ совершенно без проблем берут яхты в чартер и ходят по морю. И количество инцидентов с яхтами настолько ничтожно, что мы можем каждый из них найти со времен царя гороха. Тут я, конечно же, утрировал, но посудите сами. Я смотрел статистику дружественных чартерных компаний, которые мне разрешили ее посмотреть. У них по страховке чаще всего идут угоны. Все остальное – такие случаи, которые скорее сделает опытный капитан, чем новичок. Вы вообще знаете, когда яхте наносится максимальный ущерб? Именно в неделе регат. И там совершенно не новички берут яхты. В общем, чтобы там не свистели, отжать всю базовую информацию и заставить новичка ее прослушать, а потом еще и отработать на практике – задача непростая. И яхтенные школы успешно с этим справляются. Кстати, раз уж у меня авторский канал, то хочу поблагодарить некоторых людей из школы, с которыми у меня был личный опыт. Пусть им будет приятно. Это не реклама. И другие школы, по моему мнению, не менее адекватны, просто с ними сталкивался поверхностно или не сталкивался вообще. Поэтому сейчас спою дифирамбы тем, кого действительно знаю. Так, начнем. Яхтенная школа «Аврора». Базируются они в Турции, в Аланьи. Учил меня Валерий Григорьев. Очень приятный человек, встретивший меня недовольной фразой. Вы что, не знаете, что на яхту нельзя заходить без спроса? Это, наверное, единственное недовольство, которое я от него слышал в жизни. Да, я умел водить яхты и до прихода в школу капитанов, но могу точно сказать, что учил Валерий отлично. В общем, спасибо, Валера, за обучение. Юля, спасибо за отличную организацию и прием. Именно от «Авроры» у меня были первые мои яхтенные права. Дальше мармористские школы, тоже из Турции. Витсейл от Виталия Щетинина. Дотошный инструктор, конечно. Учит хорошо. Благодарность от меня за радушный прием у себя дома и, конечно же, за несколько дней занятий. Вместе с ним работал Андрей Романюк, с которым я еще много где пересекался и очень благодарен за то, чем он меня научил лично. Я не знаю, работает ли он сейчас инструктором, но если да, то рекомендую. Еще одна мармористская школа – смартсейлинг. Я очень благодарен руководителю, Танцелу, за то, что он показал, чем отличается турецкий и русский подход к ведению этого бизнеса. И наши в этом вопросе однозначно проигрывают. Спасибо за регаты, за суперотношения и за понимание, что у каждого бывают ошибки. И, как говорят турки, «Тешикюр эдарым». Кстати, кто думает, что там турецкие инструктора, то нет. Школой владеет турок, но при этом инструктора русские и учат очень хорошо. Кстати, вот об инструкторах. Конечно же, Иван Бондаренко – инструктор, выросший в море, прошедший несколько кругосветок. Спасибо, Иван, тебе огромное, за отличную совместную работу. Смартсейлинг я могу рекомендовать всем без зазрения совести. Будут учить. Дальше Андрей Соснин со своей школой свободного мореплавания. Спасибо и тебе. Я уже не знаю, почему, но были какие-то личные обиды у Андрея на меня. Но для тех, кто ищет себе личного инструктора, Андрея я могу порекомендовать спокойно. Есть еще очень много школ, которые иногда могут всплывать в моих видео, но именно эти, которые я назвал выше, это те, с которых начался мой путь именно в коммерческих яхтенных школах. Кстати, если кто-то из школ хочет пригласить меня в гости, чтобы я сделал ролик и рассказал о том, как вообще проходит ваше обучение, то пишите, договоримся. Денег за ролик я не возьму, но расскажу, как увижу. Без цензуры. Особенно без вашей цензуры. О задумавшимся новичкам напоследок скажу. Сначала походите на яхте с друзьями и лишь потом идите учиться. Этот совет вообще спас очень много кошельков. Не делайте глупости. Не всем нужно быть капитанами, не все хотят быть капитанами. И школа яхтинга – это не школа для моряков, это скорее школа для тех людей, которые хотят самостоятельно брать яхты. И если вы никогда этого не будете делать, то вы научитесь и просто приехав к кому-то в гости. А на этом школа яхтинга «Ты капитан» прощается с вами. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на сайт ucaptain.info, а также страницы в Facebook и Instagram, где я рассказываю про то, как быстро и легко научиться яхтингу. Ссылки вы найдете в описании. Ссылки вы найдете в описании.